Постоянное совершенствование самолёта привело к созданию модификации, которая получила даже новое название – Ла-7. Машина появилась на фронте в 1944 году. По совокупности характеристик, именно её многие специалисты считают лучшим советским истребителем Второй мировой войны. На Ла-7 часть деревянных деталей заменили металлическими. Улучшили аэродинамику, облагородили обводы машины. Максимальная скорость Ла-7 составляла уже 660 км в час. По скороподъёмности он превосходил все серийные истребители того времени, как советские, так и иностранные. Высоту 5 км Ла-7 набирал за 4,5 минуты. Для сравнения, Фоке-Вульфу требовалось на минуту больше. Всё время шёл поиск каких-то новых вариантов, улучшений. Какие-то новые требования появлялись, пожелания от лётного состава. Всё это было в непрерывном развитии конструкции самолётов. Перечень посмотреть, там будут десятки улучшений. Иногда они не видны, и, конечно, снаружи, где-то там внутри что-то сэкономили. На одной детали где-то облегчили другую, что-то там поменяли один прибор на другой. А в сумме смотришь уже, так сказать, вот за время войны, да, то есть от ЛА-3 до Ла-7 максимальная скорость возросла на 100 км в час.